мы постараемся еще к вам приехать что тут было у вас вы здесь были или нет когда дом там я поставлю написано люди до нас там 32 человека сидела сколько вы там сидели пока вот это наши стреляли слышно было просто боялись от ветки так я честно говоря практически наверное с двадцать двадцать шестого числа я сидела в подвале и у меня очень страшно было это буханье я там даже спала потом потихоньку соседи начали проситься и сидели потом с как вошли с девятого числа и пока не вышли еще 21 день мы но только не все люди сидели они уже потом они сначала нас подожгли чтобы мы по выходили оттуда и потом уже бросили ли гранату я не знаю загорелась у нас крыша в сарае 32 человека это с детками разбегались по погребам везде а потом и на следующий день вернулись потому что очень тесно было маленьком погребе тут было уже пятеро русских и мы с ними жили 20 21 день что вы ели вообще как на 32 человека прокормить ели честно говоря они нас потому что у нас у меня руки ни на что не стояли сначала варили картошку соседи там носили у нас принципе тоже картошка была так это а потом у них там типа повар был так он варил все нас кормил тоже собачка с вами было да собачку два раза пришло и открылись двери а мы его там закрыли и он зашел никакой вообще его троган трогаешь он никакой реакции а второй раз когда сюда попала и снесло все тоже и его будку там снесло он снова заходит и никакой но по нашей улице тут стояла вот у соседей стояла не знаю там вот стояла машина за сараем стояла две соседа тоже стояла мы тут типа так связисты что ли они нас всегда если что-то все в подвал прячьте сейчас будет обстрел ну не по тут всегда дрон вылетал и мы как дрон вылетает знаем что через 20 минут наши выходы тоже потому что дрон мы сразу в подвал прятались страшно было конечно все равно не верится сколько времени прошло не верится думали здесь спокойнее буду да и у него он приехал с родителями и с дочкой у него мама умерла в подвале наверно на нервной почве хорошо у вас тут было тихо мирно спокойно воздух а то они сами сожгли когда погреб который вас спас это за домом да нет у нас там подвале только он у меня в таком состоянии уже течет дожди были а там уже потрескался потолок так там вчера четыре с половиной ведра воды вынесла течет и куда они это были с россии они сибиряки все основном зачем он цвет металла я не знаю вот это приборы какие-то это листанка ли они знания вот он откопал там у вас то и он зарывает там и косточки и все они это выплавляли ария что вы потом делать как говорит я сам это не там окоп угрыли как мы туда мусор скидываем все что это сама попали на потом хозяйство ели они курей там что-то воровали или нормально не было да вы знаете нам как-то вот с этим повезло по сравнению вот были рядом с вами как и горна б поселок как они там рассказывали баранов у них но и посекло и коров по вытягивали там и ели свиней а ферма ваша вот это вот на ферме они дотягали резали коров у соседа там осколком поранила барана так они за секунду разделали довольные были потому что может ферма была может но они понимаете они как говорят не потеряли человеческое у нас более менее был у них если была это гуманитарка их меня они делились вот они делились мы с ними уже разговаривали сначала было страшно потому что каждого автоматы они спали с автоматами страшно сначала было потом уже вы знаете уже когда начали это не делились пайками даже где-то погребано северу то раздавайте вот так вот там уже говорили что это вот мы понимаем что это война грубо она никому не нужна. Ну, молодежь, конечно, там была, она как зомбирована. Мы пришли вас спасать. От кого спасать? Освобождать от бандеровцев. Говорю, где вы видите бандеровцев? Вам нельзя говорить на русском языке. Я говорю, а на каком языке я с вами разговариваю? Ну, это такую чушь несли. И потом останавливаются. Скажите спасибо, что нету здесь кадыровцев. Я говорю, так что, мне говорю, спасибо еще сказать за то, что вы вот это все наделали. Ой.